Вячеслав Владимирович Башев В два часа здесь новое мероприятие начинается и также в два часа начнутся презентации факультетов, но правда и задача у меня попроще, потому что мои коллеги ректор и проректор Рощин уже много подробностей про университет рассказали. Моя же задача рассказать про то, что ждет абитуриентов, поступающих в 2020 году. Продпустим это. В соответствии с требованиями законодательства мы принимаем до 1 октября 2019 года. Какая информация необходима для того, чтобы поступить? Большая часть этой информации размещена уже на нашем сайте. До 1 октября мы приняли, как я уже сказал, правила приема. Мы приняли перечень направлений подготовки образовательных программ, состав вступительных испытаний. Вы можете видеть минимальное количество баллов, которые требуются для поступления на ту или иную образовательную программу. Сроки приема документов, учет индивидуальных достижений и так далее. Также в ноябре мы опубликовали, сколько будут стоить наши образовательные программы в 2020 году. И к 1 июня мы опубликуем расписание вступительных испытаний, количество мест для приема в рамках целевой квоты. И вы знаете, что наш университет активно пользуется таким, предоставляет такой услуг, как скидки для поступающих на платные места образовательных программ. Поэтому мы тоже это сделаем до 1 июня 2020 года. Этот слайд, как мы росли с 2014 года, вы видите, что мы фактически удвоили количество студентов, поступающих к нам. Если в 2014 году мы принимали чуть более 5000 студентов, то уже в 2019 мы приняли почти 10 тысяч человек. И вы увидите, что это количество поступающих не только за счет и не столько за счет платных студентов, но и мы постоянно увеличиваем количество бюджетных мест. Про новые образовательные программы не буду долго говорить. Сергей Юрьевич уже подробно про это рассказал. Скажу лишь, что мы открываем новые образовательные программы не только в московском кампусе, как уже коллега Рощин говорил. Но вот мы в Санкт-Петербургском кампусе у нас открывается новая образовательная программа физики, физика, которую мы открываем за свой счет. Мы будем принимать на места за свой счет. Это те платные образовательные программы, которые не имеют бюджетных мест. Как вы видите, в основном это образовательные программы с Лондонской школы экономики. Это программы двух дипломов. Подчеркиваю, на этих программах у нас нет бюджетных мест. Это программы полностью платные. Как можно поступить на бюджетные места? Ну, прежде всего, мы ждем и к нам поступает достаточное количество ребят, ставших победителями или призерами Олимпиад. Без вступительных испытаний они поступают. Вы знаете, что практически те, кто стал дипломантами Всероссийской Олимпиады школьников, у них достаточно такой широкий путь поступления на бюджетные места. Но также к нам поступает большое количество абитуриентов, которые стали победителями или призерами в перечневых Олимпиадах. Другой путь поступления на бюджетные места – это по квоте приема лиц, имеющих особые права. Это так называемая социальная квота. Это дети-сироты, дети, у которых есть особенности здоровья. Примерно 10% бюджетных мест отводится под поступление таких детей. Также работает программа поступления по квоте, по целевой квоте, так называемой целевой квоте. Целевая квота и количество мест на целевую квоту определяет правительство Российской Федерации в этом году. Это также будет сделано до 1 июня 2020 года. Ну и достаточно большая категория поступающих поступает к нам по сумме конкурсных баллов. Что такое сумма конкурсных баллов? Это сумма баллов за вступительные испытания. В основном мы на все образовательные программы принимаем по результатам единого государственного экзамена. У нас есть несколько программ, где есть дополнительное творческое испытание. Я чуть позже остановлюсь. И также к сумме конкурсных баллов добавляется сумма баллов за индивидуальные достижения. Тоже чуть подробнее остановлюсь потом, что такое баллы за индивидуальные достижения. На этом слайде вы видите структуру приема на примере 2019 года. Она примерно повторяется ежегодно. К нам много поступает олимпиадников, победителей и призеров олимпиад. Мы считаем это важным, потому что человек, который стал дипломантом олимпиады, победителем или призером олимпиады, это совершенно точно человек, который вложился в подготовку, вложился в себя, потратил большое количество времени для того, чтобы продемонстрировать, что его знания, его мотивация на тот или иной предмет выше, чем у его сверстников. Но также к нам поступает большое количество по сумме конкурсных баллов. Ну и вы видите, что не очень значительное количество студентов, которые к нам поступают, зачисляются по целевому приему, либо зачисляются в рамках социальной квоты. Прием на целевое обучение. Я не буду подробно здесь останавливаться. Я уже два слова сказал, что правительство определяет те направления подготовки, на которые вуз будет, правительство как наш учредитель, те направления подготовки, на которые мы будем осуществлять целевой прием, а также количество мест, которые будут выделены для целевого приема в этом году. Это будет известно к 1 июня. Отмечу лишь, что в связи с последними изменениями, которые приняты в законодательстве о целевом приеме, целевой прием, поступление на целевой прием сейчас тоже будет конкурсным. То есть будет выделено определенное количество мест на целевой прием на ту или иную образовательную программу. И теоретически допускается, что количество желающих обучаться на целевых местах будет больше, чем выделено целевых мест на ту или иную программу. Два слова про минимальное количество баллов. Даже если в соответствии с требованиями Рособорнадзора вы сдали ЕГЭ и у вас удовлетворительная отметка по ЕГЭ, для того, чтобы поступить на образовательные программы Высшую школу экономики, нужно набрать значительно больше. Но вы видите, что в соответствии с этими требованиями, для того, чтобы просто подать документы к нам на образовательные программы, нужно набрать не менее 60 баллов. Правда, я обращаю внимание, что и Сергей Юрьевич уже про это говорил, Высшая школа экономики это не только московский кампус, это еще три филиала. И в филиалах, для того, чтобы подать документы в филиалы, поступить в филиалы, там значительно более, не значительно, но тем не менее условия легче для того, чтобы подать на соответствующие образовательные программы. Например, для того, чтобы поступить на образовательные программы Нижнего Новгорода, достаточно по ряду предметов набрать 50 баллов. Здесь, на этом слайде, мы просто демонстрируем, как в общем работает эта идея с минимальными баллами. Ну, например, вы видите, что образовательная программа экономика, для того, чтобы поступить на образовательную программу экономика, надо по ряду предметов набрать минимально 60 баллов по ЕГЭ, по одному предмету 65 и по, если мне не изменяет память иностранному языку, 70 баллов. То, что касается вступительных испытаний, как я уже сказал, на большую часть образовательных программ мы принимаем по результатам единого государственного экзамена, но есть несколько программ творческой направленности, где мы проводим дополнительные вступительные испытания. По этим дополнительным вступительным испытаниям тоже нужно набрать минимальное количество баллов, которые являются пропуском для того, чтобы подать документы в наш ВУЗ. Что касается индивидуальных достижений, то здесь главное помнить, что за индивидуальные достижения максимум можно набрать 10 баллов. У нас есть изменения в этом году по сравнению с прошлым годом. За сочинение, которое пишут 11-классники в выпускном классе, в этом году у нас можно получить максимум 5 баллов. Это сочинение, которое абитуриенты пишут в школе. Далее мы его берем из информационной системы при условии, если абитуриент заявляет необходимость учета индивидуального достижения. И наши преподаватели проверяют его, и максимум, который можно получить за сочинение, это 5 баллов. Помимо сочинения мы учитываем аттестат с отличием, мы учитываем ряд спортивных достижений, они все прописаны. И из тех индивидуальных достижений, которые рекомендованы к учету федеральным законодательством, мы пока не учитываем только волонтерство. Это не значит, что мы плохо относимся к волонтерскому движению, это значит, что мы пока не видим возможности, как это правильно подтвердить, то или иную волонтерскую деятельность, какими документами это должно быть подтверждено. Но мы также работаем в этом направлении. Подчеркиваю еще раз, за индивидуальное достижение максимально можно получить в нашем ВУЗе, как в общем и в любом другом, до 10 баллов. Этот слайд демонстрирует, как учитываются спортивные достижения и значок ГТО. Следующий слайд, который демонстрирует, как к нам поступают победители и призеры Олимпиад. На данном слайде вы видите, что в прошлом году мы стали фактически первым университетом, заняли первое место, в которое пришло наибольшее количество дипломантов Всероссийской Олимпиады школьников. 282 человека поступили к нам, используя диплом Всероссийской Олимпиады школьников без вступительных испытаний. А вообще к нам пришло более 320 человек в университет, которые так или иначе имеют документы, диплом победителя или призера Всероссийской Олимпиады школьников. Мы активно принимаем таких студентов к нам в университет. Помимо того, что к нам поступают дипломанты Всероссийской Олимпиады школьников, вы знаете, что мы сами проводим большое количество интеллектуальных состязаний. Прежде всего, конечно, это большая Олимпиада высшая проба. В этом году в Олимпиаде высшая проба приняли участие уже 110 тысяч человек. Вот сейчас мы как раз на прошлой неделе закончили проведение очного этапа и как раз идет подведение итогов. Могу лишь сказать, что те абитуриенты, которые принимают участие в высшей пробе, они поступают не только в наш университет. Диплом Олимпиады высшая проба является серьезным пропуском и в другие хорошие университеты страны. Что касается сроков приема документов, то они регламентированы федеральным законодательством. В этом году мы начинаем приемную кампанию 19 июня. Закончим принимать документы 26 июля. Здесь есть некоторые особенности по приему документов по тем образовательным программам, по которым мы проводим дополнительные вступительные испытания и для тех абитуриентов, у которых не будет результатов ЕГЭ, которые будут сдавать наши внутренние испытания. Я не буду подробно комментировать этот слайд. Презентация будет выложена в свободный доступ, и вы сможете внимательно посмотреть на те сроки приема документов, которые есть в нашем университете. Важный слайд. Что нужно помнить? Нужно помнить, что государство позволяет каждому абитуриенту серьезно диверсифицировать свои риски. Вы знаете, что каждый абитуриент имеет право подать документы на три направления подготовки и в пять вузов. Что такое направление подготовки? Вы видите, например, что в высшей школе экономики направление подготовки экономика – это более восьми программ. Ну и по каждому направлению подготовки у нас есть много программ. В этом смысле, когда вы подаете документы в пять вузов и на три направления подготовки в каждом вузе, то у вас достаточно серьезный выбор тех программ, куда вы можете поступить и где вы можете в итоге стать студентом. Как будет проводиться зачисление на бюджетные места? Здесь важно помнить, что те, кто поступает без вступительных испытаний, должны будут положить оригинал своего аттестата 26 июля. Если 26 июля тот, кто поступает по Олимпиаде, не положил свой аттестат на соответствующую образовательную программу, то он выбывает из игры, выбывает из числа тех, кто поступает без вступительных испытаний. Другой важный момент, который нужно помнить при поступлении, 28 или 29 июля мы определим балл зеленой волны. Те, кто следит за нашей приемной кампанией, за нашим университетом, знаете, что мы ежегодно определяем зеленую волну. Зеленая волна – это список тех абитуриентов, которых университет готов учить, если абитуриент своевременно принесет оригинал своего аттестата. В этом году балл зеленой волны мы определим 28 или 29 числа. Это означает, что когда вы увидите себя в списке зеленой волны, то ваша задача – просто принести сюда оригинал своего аттестата. Если вы его принесете в те сроки, которые мы оговорили, это означает, что вы станете студентом. Даже если желающих будет больше, чем бюджетных мест, мы практикуем такое действие, мы принимаем на места за свой счет. То есть всех, кого мы пригласили в зеленую волну, и все, кто принес оригиналы аттестатов к нам, будут студентами. Мы зачислим вас либо на бюджетные места, либо на бесплатные места. Для вас бесплатные – это места, которые мы вводим за свой счет, которые университет вводит за свой счет. Зачисление на платные места осуществляется тоже в определенные сроки. Здесь важно помнить, что у нас последние несколько лет спрос, в том числе на поступление на платные места, был очень высоким. В этом году мы можем завершить прием документов 10 августа. После 10 августа мы продлим прием документов только на те образовательные программы, где у нас будут оставаться свободные места. Количество платных мест на ту или иную образовательную программу тоже есть на нашем сайте. Важно сказать, что университет активно предоставляет скидки тем, кому не хватило несколько баллов для поступления на бюджетные места. Но вы знаете, что у нас проходные баллы очень высокие, поэтому очень много хорошо подготовленных абитуриентов с хорошими баллами, к сожалению, им не достает бюджетных мест. Так вот, таким абитуриентам, у которых хорошие результаты по вступительным испытаниям, университет предоставляет скидки от 25 до 70%. Эти скидки предоставляются на первый год, а далее, если студент демонстрирует определенный уровень академических достижений, то он может продолжить получение этих скидок. Уважаемые абитуриенты, уважаемые родители, как я уже сказал, вы сможете более подробно, мы выставим презентацию про сроки и особенности поступления в интернет, вы сможете посмотреть все эти особенности. И сейчас, я так понимаю, у нас есть время для того, чтобы вы задали вопросы. У нас, к сожалению, как я уже говорил, не так много времени, но, тем не менее, там пару-тройку вопросов, я думаю, мы на них ответим. Но, к сожалению, у нас очень мало времени, плотная программа, поэтому буквально один-два вопроса, которые, если есть в нашем зале, вот стоят волонтеры по бокам с микрофоном, вы можете к ним подойти и задать вопрос, если у вас он есть. Добрый день. Спасибо большое за вопрос. Вопрос прозвучал про возможности раннего заключения договоров. Дело в том, что мы определим сумму баллов, с которой мы готовы принимать на платные места 1 июля. То есть приемная кампания будет еще в самом разгаре, как вы помните, мы до 26 июля будем принимать документы, но 1 июля мы уже скажем, на какую образовательную программу, с каким количеством баллов мы готовы брать на платные места. Это, в общем, достаточно регулярная деятельность, мы каждый год так делаем, и это позволяет тем абитуриентам, которые хотят, и их родителям, которые хотят быть более спокойными, заключить договор и тем самым уже гарантировать себе обучение на платном месте. Заключение этого договора совсем не означает, что вы выбываете из конкурса за бюджетные места. Если вдруг 28-29 июля, когда мы опубликуем списки зеленой волны, вы увидите, что вы поступаете на бюджет, на ту образовательную программу, на которой готовы учиться, то мы просто с вами расторгаем договор, и вы обучаетесь на бюджетном месте. Ранее заключение договора – это просто гарантия себе поступления на платное место. Как я уже говорил, у нас достаточно серьезные спросы, в том числе даже на платные места. И в прошлом году, и в позапрошлом году нам приходилось на некоторых образовательных программах отказывать в поступлении даже на платные места. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, обучение в лицее при высшей школе экономики дает ли дополнительные льготы? Первый вопрос. И сразу. При заключении платного договора смотрят ли на результаты ЕГЭ или это не влияет? Можно заключить платный без независимых результатов? Нет, конечно. Начну с последнего. Для того, чтобы поступить к нам на платное место, во-первых, нужно преодолеть минимальный порог баллов. Я про них говорил. У нас меньше 60 баллов. Для поступления в московский кампус нет ни одну образовательную программу. А второе, для того, чтобы поступить на платное место, нужно набрать определенное количество баллов. То есть если вы планируете поступать на примерную образовательную программу прикладная математика и информатика, то 1 июля будет опубликовано, сколько баллов должно быть набрано абитуриентам для поступления на эту образовательную программу. И это, ну в общем, я могу сказать, что у нас на некоторые образовательные программы для того, чтобы поступить, абитуриент должен набрать такое количество баллов, с которым он в другие вузы может поступить на бюджетные места. Что касается лицея, я позволю себе долго не останавливаться. Вот прямо сейчас здесь будет презентация, ее будет делать директор лицея про особенности. Но могу сказать, что при поступлении на бюджет лицеисты не имеют никаких преимуществ. У нас поступление либо по результатам ЕГЭ, либо на отдельные образовательные программы нужно сдавать дополнительные творческие, вступительные испытания. Что касается поступления на платные места, выпускники лицея имеют некоторые дополнительные скидки, которых не имеют невыпускники лицея. Скажите, пожалуйста. Буквально два вопроса давайте зададим. Будьте добры, скажите, пожалуйста, а при подаче документов в досрочный период на платное обучение будет ли возможность получить скидку на обучение при наличии, допустим, красного диплома или личных достижений? Смотрите, у нас в основном все скидки, они даются по результатам вступительных испытаний. Мы до 1 июня опубликуем коридоры скидок. Ну то есть какое количество баллов в зависимости от образовательной программы позволит получить 25, 50 или 70 процентную скидку. В этом смысле, когда у абитуриента будут все результаты ЕГЭ, он сможет зайти на наш сайт, просуммировать эти результаты ЕГЭ и понять, на какую скидку он может с этими баллами ЕГЭ претендовать на ту или иную образовательную программу. А, к сожалению или к счастью, баллы за аттестат с отличием, они не дают сильных преимуществ при заключении договора со скидкой на платное место. Ну вот последний вопрос давайте зададим. Здравствуйте, спасибо вам большое за прекрасные выступления. Я здесь. И хотела задать вопрос. За какое количество лет, классов до поступления вы будете рассматривать дипломантов Олимпиад? Ну смотрите, здесь важно что помнить. Вот есть Всероссийская Олимпиада школьников, и там вопрос отрегулирован на федеральном уровне 4 года. То есть 4 года до поступления. То есть если, например, абитуриент, ребенок, становится победителем Всероссийской Олимпиады школьников, по любому предмету, в 9 классе, то это означает, что фактически он гарантировал себе поступление на определенные образовательные программы. Ну понятно, что с Всероссийской Олимпиадой школьников по обществу о знанию нельзя поступить на математический факультет. Понятно это, да? И более того, даже не требуется никакого дополнительного подтверждения. То есть просто ребенок должен будет принести аттестат из школы. Для получения аттестата, как вы помните, достаточно сдать математику на базовом уровне и русский язык. А то, что касается других перечневых Олимпиад, таких как Высшая проба, таких как Покори Воробьевы горы, ну и много-много других, которые также позволяют поступить, то это зависит от образовательной программы. Какая-то образовательная программа принимает результаты Олимпиады за 10 класс, например, а какие-то только за 11 класс. Это первое условие. Это надо просто смотреть по конкретным образовательным программам, за какой класс и какая Олимпиада, результаты какой Олимпиады позволяют поступить ребенку БВИ. И второе условие. Перечневая Олимпиада обязательно, диплом перечневой Олимпиады обязательно должен быть подтвержден баллами ЕГЭ по соответствующему предмету. Где-то это 75 баллов, не менее 75 баллов, но у нас есть образовательные программы, по которым диплом нужно подтверждать в том числе и 80 баллами, и 85 даже баллами. Например, для поступления на образовательную программу физика, перечневой Олимпиады по физике, для того, чтобы этот диплом сработал, нужно по ЕГЭ по физике набрать не менее 80 баллов. А по-моему, на ПМИ, прикладная математика и информатика, по соответствующему предмету, если мне не изменяет память по математике, надо набрать не менее 85 баллов. Всеросс 4 года, без всяких дополнительных условий, перечневая Олимпиада зависит от образовательной программы и обязательно подтверждение баллами ЕГЭ. Простите, пожалуйста, можно последний вопрос? Мне очень хочется узнать. Мы обязательно ответим на вас. Простите, да, последний вопрос, потому что уже очень плотная программа. Спасибо большое. У меня больше даже уточняющий вопрос, он достаточно короткий. Что значит одновременно учитывается бюджетное и платное направление? Например, если при подаче на направление экономика документы подаются на бюджетные и на платные места, это идет как одно направление или два? Это идет как одно направление, конечно. Вы можете, понимаете, фактически это такое автоматическое. Вы когда подаете на образовательную программу, то вы подаете и на бюджет, и на платные. Но мы просто просим указывать дополнительно это для того, чтобы есть некоторые абитуриенты, говорят, что мы поступаем только на бюджет, на платные даже не рассматриваем. Поэтому мы при подаче документов, мы просим ставить галочку, что вы подаете документы и на платное место, и на бюджетное место. Прозвольте, пожалуйста, один вопрос. Простите, пожалуйста, можно я спрошу? Вот скажите, вы говорили, что у вас идут какие-то еще внутренние экзамены. И вот меня еще очень интересует, если, например, 40 платных мест выделяют, а желающих 500 человек, из которых 300 набрали там минимум 70 и 200 набрали 90-80, то как вы выберете этих 40 человек на платное? Ну, давайте сначала про дополнительные вступительные испытания. У нас есть несколько образовательных программ творческой направленности. Это медиакоммуникации, дизайн, мода, журналистика, по которым помимо результатов ЕГЭ мы проводим еще свое внутреннее вступительное испытание. И таких, если мне не изменяет память программ, у нас всего 5 в целом по всему университету, включая питерский кампус. Что касается поступления на платные места. Ну, ту картинку, которую вы нарисовали, она фантастическая. Но как мы действовали до сих пор? У нас очень часто бывает, что желающих обучаться на платном месте по количеству заключенных договоров очень много, но фактическая оплата существенно меньше. Как правило, у нас мы смотрим на количество желающих обучаться на том или ином платном месте, не только по заключенному договору, но и по произведенной оплате. И если желающих обучаться на платном месте не принципиально больше, чем платных мест, то, как правило, мы увеличиваем количество платных мест на той или иной образовательной программе. Просите, пожалуйста, можно вопрос один уточняющий? Я думаю, сейчас, извините, я ответил на ваш вопрос? Не совсем. Вот если поступающих на платное, желающих, там в 5 раз больше, чем выделено мест, как происходит выбор по результатам ЕГЭ, кого вы возьмете, кого не возьмете? У всех практически там не ниже 70 баллов. У кого-то выше. Ту историю, которую вы рассказываете, она фантастическая. Такого нет. Потому что в 5 раз больше желающих, чем выделено платных мест, нет. Мы когда определяем количество платных мест на ту или иную образовательную программу, мы ориентируемся на спрос, конечно же. Но принципиально есть всего два пути отбора для поступающих на платные места. Первый путь – это так же, как и на бюджет. Собрать сначала всех желающих, которые хотят поступить на платное место, а затем среди них отобрать лучших. Мы идем другим путем. Мы объявляем 1 июня, мы объявляем тот балл проходной, с которым мы готовы принимать на платные места. Когда мы объявляем этот проходной балл, мы примерно картину видим. Мы примерно понимаем, сколько человек придет к нам на платное место на ту или иную образовательную программу с таким баллом. Простите, пожалуйста, можно один вопрос? Я думаю… Можно последний? Для платного места никакого дополнительного испытания вы не будете создавать? Был очень четкий ответ, Вячеслав Владимирович, что у нас есть только программы с творческим конкурсом, как дополнительные испытания. Таких программ 4 в московском кампусе, одна дизайн в Санкт-Петербургском кампусе. Ни на одну другую бакалаврскую программу, никаких дополнительных вступительных испытаний университет не проводит. Ни на бюджет, ни на платное место. Давайте последний вопрос. Можно я задам вопрос? Вы показали на презентации, что входные баллы по ЕГЭ для московского кампуса, например, питерского, новгородского, они ниже. Я имею в виду региональные. В случае, если человек подает документы в московский кампус, но по результатам конкурса видит, что он в Москву не проходит, возможно ли до зачисления передачи документов в региональный кампус участвовать в конкурсе там? Безусловно. Более того, по-моему, последних 2 или 3, даже 3 или 4 года для того, чтобы подать документы, например, в питерский кампус, не нужно ехать в питерский кампус. Вы подаете документы здесь. Просто когда вы подаете документы, вы отмечаете, что вы просите, чтобы ваши документы учитывались в питерском кампусе или нижегородском кампусе. И наши коллеги в кампусах точно так же, как и мы здесь в Москве, определяют балл зеленой волны. И вы можете не увидеть себя в зеленой волне здесь в Москве, но увидеть себя в зеленой волне в Нижнем Новгороде. Это означает, что нужно просто своевременно… Это при подаче документов нужно сразу обозначить, условно говоря, желаемые кампусы. Желаемые кампусы, совершенно верно, и желаемые программы в соответствующих кампусах. То же самое распространяется и на платное отделение, да? Абсолютно. Нету платного отделения. Нет, ну я имела в виду… Значит, еще раз, дорогие родители, абитуриенты, да. Нет, понятно. Есть образовательные программы, куда поступают на бюджетные места и на платные. Я имела в виду количество баллов, да. Спасибо. Спасибо большое нашим спикерам. Давайте им поаплодируем. Спасибо. 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 Спасибо.